Друзья, всем доброе утро! До сих пор гундосый этот волос. У нас это, новый день, новое утро. Я уже кофе выпила, взбодрилась. Такая думаю, надо чесать, наверное, на базар. Клён у меня сиропный. Ну, как он называется? Ну, я его брала не для сиропа, а для красоты. Ну, красавчик уже, видите, это меняется. Ну, маленький, конечно, но посмотрим. Так, вчера ночью рвала бурьян. Нет времени? Блин, я не знаю, на что не хватает времени. Этот с кастрюлей лазит, всё бомбит. Короче, с кастрюлей на башке. Таблетку ему в котлету эту, видите, такая паскудная собака. Ну, я в порошок таблетку эту... Ну, в порошок измельчила молотком и в фарш закатала. Фарш хороший, но он носом крутит. Ну, ладно, ничего, как-нибудь поддурим. Вот. Розарий. Эти все бурьяны повырывала. Ну, уже можно, да, начинать эту клумбу. Клумбу делать. Уже это... Отцвели цветы, вот только розы пооставались. Уже можно эту конструкцию снимать и продолжать делать клумбу. Ну, вот в таком вот стиле. Ну, чтобы всё одинаково было и красиво. Кондёр замотала, но... Чё-то, бля, я недовольна этой накидкой. Надо, наверное, куда-то побольше найти. Цветы, конечно. В следующие 10 дней у нас будет стоять жара-жара. По ногам бомбит меня этой хренью. Кастрюля этой своей. Ну, доктор сказал не снимать, потому что если снять, то он может швы идти. Ну, короче. Он где-то ходит, всё бомбит. Просто у нас на следующие 10 дней жара. Я на работе вчера пополивала цветы. Дома пополивала цветы. Так что будем поливать цветы. Будем... Будем... Следующие 10 дней... Ну, чуть-чуть надо пополивать, потому что всё позасыхает. Что же это такое? Не годится. Надо... Надо, кажется, сезон довести достойно. Девочки, у меня к вам совет. Хочу вишню. Но, я так поняла, вишня даёт поросли, да, рядом. Ну, она как бурьян, да? Она разрастается. И что это будет, если её посадить? Она мне весь участок это потом затыкает, да? Короче, нельзя мне вишню. Или можно? Или я что-то не то поняла. Вот тут уже розочки пооцветали. Вот эти лопухи я повырывала. Наверное, я буду пересаживать их, потому что уже они поразрастались, их сильно много. Видите, и тут тоже мне надо будет клумбу делать. Уже, как говорится, но это уже на следующий год. А может и в этом. Чёрт его знает, как пойдёт. По настроению. Я говорю, тут столько работы, непочатый край. Вот хотя бы вот так вот кирпичами выклась, да, вот тут впереди, вот как у соседей. Ну, с красивым кирпичиком. Но у меня тут огромная площадь. Вот этих кирпичей надо будет таскать и таскать. Нет, понятно, что я их таскать не буду, но... Короче, работы непочатый край. Вот эту тоже подстригла немного, потому что она уже прям падала. Падала, и её ветром не продувало. Надо будет ещё, наверное, чуть-чуть подстричь, потому что что-то она так пошла в рост. Капитально. Ну, я поливаю их, конечно, за ними ухаживаю. Так, тут уже тоже тыкву начали грызть. Ладно, идёмте на базар. А, перед базаром ещё сейчас покажу вам что-то. Ну, вот это вот мне не нравится. Вот это что-то от мой мальчик приболел, да, или что это? Вот как это? А? Я видела, вот когда у нас жара была аномальная в прошлом году, у нас столько много кипарисов, ну, погибло у соседей, ну, везде по городу. И будет жалко, конечно, он такой монументный. Ну, я поливаю его. Ну, как бы. Ну, я всё поливаю. А вот эти я не знаю. То ли им тут место херовое. Ну, вот один день не польёшь, всё, носы повесили. Вчера полила, всё, вон стоят, улыбаются. Вот тот нос повесил. Надо его ещё подлить сегодня. Уже всё пообрезала, уже всё. Ещё мне вот это вот не нравится. Вот тут, смотрите, уже я мыла. Вот вы мне посоветовали этим мыть его, мыть, мою, 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 ни хера. Но это вот этого года. Это новенький. Вот я его посадила. Тут яблоня у меня была, помните? Я её выкопала. Но вот мне вот это не нравится. Вот смотрите. Куда это? Ну, что это такое? Вот что это такое? Вот это не пойдёт так. Ну, какой-то клещ завёлся. Или что это? Или это они так надо, так линяют? Ну, как это? Что-то мне вот это вообще не нравится. И они так хорошо в рост пошли в этом году. Смотрите. Ну, сегодня буду дома что-то делать. Включу воду, пусть льётся вода. Ну, а вот это вообще, да? Засол, да? Бляха-муха. Или это так надо? Или они так линяют? Я их... И уже и земли вкусно. И эти опилки. И то ещё. Блин, короче, с этими туйами. Столько мороки. Смотрите. О, блин. Прям лопухи сваливаются. Или это так надо? Не знаю. Короче, я что-то в расстройстве. Я что-то в расстройстве. Смотрите. Или это он полиняет? Полиняет, а потом это... Ну, возродится или как? Или это уже всё, хана ему? Так. Ну, как говорится, все бабы как бабы. А я этот... Чуть-чуть... С ебанцой. Бабы сейчас покупают кольца и браслеты. А я... Вон эти. Фонарики на случай конец света. Значит, смотрите. О, такой вот видно, да? Модный. Значит, тут ручка. Одной рукой неудобно. Ручкой можно так трынь-трынь-трынь-трынь крутить, заводить. Значит, тут у нас солнечная батарея. Компас. Значит, фонарик. Три режима фонарика. Радио. И этот... Кнопка... Кнопка, короче, СОС. На случай вызова... Ну, поняли, что кто-то пришел и спас. Желательно. Какой-то симпатичный и горячий спасатель. Это больше для мужчин, наверное. Женщина, наверное, таким не интересуется. Вот. Ну, и тут инструкция. Все, вот, смотрите, кому интересно. 500 грамм весит. Значит, там солнечная батарея 5 ватт. Еще надо поставить какие-то батарейки туда идут. О. И вот тут вот. Если придет к нам ураган, бураган, пожар, снегопад. Все. У меня теперь есть радио. О. Ну, я не знаю. Ну, мне оно понравилось. Я не знаю, какой хера я его купила. Ну, такое вот. Стихийная покупка по делу. Девчонки, у меня тут вопрос по делу. Я тут по хозяйству шуршу. Вырываю эти, ну, обмерзшие эти горошки. И смотрите, я вот такой первый раз вижу. Вот такая гуля у него. Я вообще думаю, это картошка. Потом думаю, откуда у меня картошка? А это от этого горошка корень. Я так и думаю, может, у кого-то опыт был. Может, его как вот вот эти гергины, астры выкопать. И на следующий год посадить? А? Или это дурное дело? Не, ну это охренеть такая картофан. Ну, уже все. Ряды беднее и беднее. Короче, у меня сегодня цель найти базилик и синеньких ведро. Угу. О, это лилии. Лилии, видите, выкопали. А, красота. Красота. Я не знаю, как их хранить. Так, надо синеньких. Там у бабок это зелень есть. Так, я медленно хожу, там видно цены, да? Угу. По 2 рубля он укроп, петрушка. Я уже это не буду. Кстати, вот шалаты в прошлый раз я вот эти женщины брала. Такие вкусные. Нету уже этих длинненьких, как рукола. Трам-трам-трам. Ну, что тут у нас? Что тут у нас? Что у нас? У нас? Ну, мы сначала посмотрим все, да? Сегодня время есть. Тут мы не берем никогда ничего. Там все же такое. Сладкая картошка. Глянь, я закупаюсь очистить. Так, тут какие-то жабки. Интересно, вот это кто-то покупает. Все уже, да, он. Заезжай, паркуйся, где хочешь. Уже куча парковочных мест. В прошлый раз тут еще хотя бы ребра жарили. Уже в этот раз даже... Даже и ребра не жарят. Но кофе еще работает. Кофе работает. Американцы посваливали. Вот только китайцы торгуют. Так. Сюда у меня после этой болячки зрение упало. А, ой, уже елками торгуют. Все, уже вон елки в ход пошли. Охренеть. Как-то рановато. Сейчас дед на скрипке сыграет. Так, там надо... Вот эти перчики остренькие. Вот это лабуда, я не знаю, я не любитель. Укроп, петрушка. Укроп, петрушка. Сельдерей, редиска, лук. Помидорчики еще маленькие вон можно найти. Угу. Так. Хлеб в этой бабке я не беру. Ах, красота. И сфотографирует там тетку с капустой. Так, вот это бэби-бок-чой. Хорошо. Так, вот тут... Он рукола тут у них. Салат. Салатики, салатики. Ага. Так, петрушка. Силандра. Укропчик. Ну, и что, и все. Яйца, кстати, у этого мальчика хорошие, но... Много. Я ничего не поняла. Вот сейчас я у этого мужичка куплю. Я в прошлый раз у него покупала классные. Короче, две тыковки на 5 долларов. Прикиньте. Это вообще халява. И целая торба. 15 штук синеньких на 8 долларов. У меня прям этот... Появился охотничий азарт. Или как это говорится. Пошла дальше охотиться. Мой улов с базаром. Тут хозяйки проверяют. Я сделала покупки правильные или неправильные. Тоже последняя малина в этом году. Последние томаты. Вот все. На рынке нету. Это я вот у... Там украинская точка была. Торгуют. Ну, где-то они мальчика такого нашли. Он прям по-английски чешет. Я с ним по-русски. Он не по-английски. Ну, в какую. Ну, ладно, давай по-английски. Все время говорили по-русски. Вот тут прям по-английски. Так. Малина моя. Все. Этот. Тыквы две... Представьте, две вот такие красотки. Две тыквы на 5 долларов. Блин, я сегодня одна без помощника. Был бы помощник. Вот набрали их до хрена. Ну, ладно. Может, на следующие выходные. Или завтра. Заедем. Эти, представляете, 15 штук на 8 долларов. Я охренела. Я на грибла. Вот будут у нас сегодня эти баклажаны, пармезаны. О! Сыр надо купить. Вот тоже эти острый перец. Халапино. Такой острый. Этот купила. В прошлый раз он вообще никакой. Трава надо, не знаю, выкинуть жалко. Я не знаю, что с ним делать. Такие вот яблоки сладенькие. Яблоки, кстати, дорогие фермерские. Кулек 20 долларов. Поэтому яблоками мы не раскидываемся. И вот такой этот, такая морковка. Микс морковки 5 долларов. Ну, вот. Так, так, так. Тут хозяйка мне уже лазит по покупкам. Такая сумка. Сумки с баклажанами, с покупками. Интересно? Интересно, скажи. Очень интересно. Инспекция такая. Проходит, проходят баклажаны на инспекцию. Или как там. Сейчас вместе пойдем на базар. Тут еще второй инспектор пришел. Инспектор. Зюзя. Оп. Так, сейчас инспекторы мне тут делом наделают. Ну, что ж тут такая красота сидит? А? В яблоках. Такая красота в яблоках. Да? Красота в яблоках. Вот эта красота. Мне тут все ручки, блядь, пообдирала. Все пообдирали. Все. Да? Красота. Все. Одна красота пообгрызала, другая пообдирала. У меня тут полдевятого вечера. А на кухне волшебство, волшебство, волшебство. Догадайтесь, что я буду делать. Ох. Сейчас как замучу. Замучу, закручу. Так. Тут уже финальные, финальные аккорды. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Я сразу на двух сковородках, чтобы тут не стоять полночи. Готовлю много, потому что я знаю, что уйдет на ура. Жарю на оливочи. У меня вытяжка там худит, ну потому что тут можно зачуметь. А это знаете что? Ооо, это моя бомба. Это мы завтра в парк возьмем. Завтра у нас, как говорится, закрытие сезона. Короче, так, чтобы не тратить ваше время, сейчас, наверное, разверну. Потому что разворачиваю при вас. Хочу, чтобы вы же видели, что все это натурально. Два слоя. Два слоя. Ну ладно, уже, мать, выйти. Порвала чуть-чуть. Ух, тут. Даже ты удивлен, да? Ха-ха-ха. Ох, тут красота, смотрите. Запахи просто. Сейчас, смотрите, что тут плиту. Та-да-да-дам. Фаршированная тыковка, фаршем, мяском, жареной морковкой. Боже, какой тут аромат. Все, завтра беру в парк. Будем завтра пробовать. И вы готовьте. Это очень просто, вкусно. И сейчас тыква очень дешевая. Я же показывала вам. Я купила две тыквы, представляете, за 5 рублей. О, я ее нафаршировала. Фаршировать можно абсолютно всем, что у вас есть в доме. Если вы вегетарианец, фаршируйте вегетарианским. Если там любите свинину свининой, баранину бараниной, всем чем угодно. У меня тут говяжий фарш, жареный лучок, морковка и сыр моцарелла я перемешала, чтобы слепить. Потому что мы завтра будем резать это все как торт. Или как получится. А то, может, напьемся и будут эти танцы в тапках. Кто знает.